приветствуем наших подписчиков и гостей канала астрора друзьям и вас всех приветствуем изобилие и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о вещах в вашем доме которые хотят вам зла что это за такие вещи и как они влияют на вас давайте разбираться обязательно досмотрите это видео до конца а прямо сейчас подпишитесь на канал астрора ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают эту важную информацию вы знаете человек сам по себе достаточно удивительное существо как бы ни не пыталась природа уберечь его каким бы мощным инстинктом самосохранения он не обладал человек на протяжении всей своей жизни неосознанно пытается сделать себе боль зло не говоря уже о том чтобы и уничтожить кого-то другого но здесь мы и мы имеем ввиду даже не вредные привычки а увлечения которые серьезно мешают нам жизнь жить сами того не осознавая мы окружаем себя всевозможными вещами которые портят наш энергетический фон разрушая наши биополе и ослабляя нас способствует таким образом появлению болезней наведению сглаза в порче и что характерно негативное воздействие на собственный организм мы чаще всего испытываем самом безопасном месте в мире а именно дома просто потому чтобы что приносим в дом вещи которые желают нам зла что же это за вещи новые во-первых это подклады подклада может стать любая вещь заговоренная при помощи черной магии и подброшенная в дом либо закопанная в землю рядом с домом и такими вещами занимаются ваши же недоброжелатели обиженные и независливые люди которые при помощи подклада желают навредить вам например отнем ваше счастье и благополучие безусловно никто не может контролировать появление подклада но нечаянно обнаружив дома или вблизи него подозрительные вещицы это могут быть и булавки и гвозди и клочья волос волос и закопанные в землю куриные яйца поэтому постарайтесь как можно быстрее избавиться от них далее сомнительные подарки если человек который не проявляет к вам особой симпатии а то его вовсе является не другом неожиданно решил преподнести вам подарок весьма вероятно что это подарок вампир такие вещи не только принимать в дар но и в руки брать опасно вещи вампиры будут высасывать вашу жизненную энергию принесут раздор в семью и станут причиной непонятных болезней которые будут атаковать ваш организм даже если вы приняли такой дар от него нужно избавиться любым способом выбросить отдать передарить продать а если есть у вас возможность то будет идеальным вариантом если вы сможете спалить такую вещь далее неизвестные драгоценности помните что драгоценности куплены у неизвестных лиц или случайно найденные могут нести в себе ауру зла и разрушать ваше энергетическое поле помните что любые металлы особенно драгоценные способны накапливать отрицательную энергию а значит могут могут вобрать в себя все болезни и беды и переживания предыдущего хозяина которые теперь передадутся вам по наследству к тому же на драгоценности нередко ставят магические программы вроде порчи сглаза или проклятия а это значит что став обладателем казалось бы вот такой вот дорогой вещички вы можете ощутить на себе всю силу черной магии кстати негативной энергетикой могут быть напитаны и некоторые дорогостоящие предмета антиквариата картины или старинная мебель например и как правило в былые времена такие вещи принадлежали властным и сильным людям которые подпитывали себя энергией окружающих согласитесь вам вряд ли будет комфортно среди предметов ранее принадлежавших именно энергетическому вампиру далее битая посуда любая треснувшая и поломанная вещь помните является накопителем негативной энергии особенно в этом плане плане выделяется треснувшая посуда из которой мы с вами ежедневно пьем и едем и если употреблять пищу из треснувшей посуды то негативная энергия будет наполнять вас и это станет серьезной проблемой у вас появятся хронические заболевания будет одолевать усталость и апатия но негативная энергетика треснувшей посуды бьет не только по здоровью в такой семье начнется разлад некогда любимые люди будут постоянно ссориться и могут встать на грань расставания а чтобы этого не происходило отбитой посуды посуды от всевозможных поломанных вещей вашем доме своевременно избавляйтесь далее нож на столе если убирая посуду со стола вы оставляете нож это предмет станет центром скоплению негативной энергии которая затем перейдет и к жителям дома помните что энергетика острых предметов очень скверная она накаляет обстановку между домочадцами и способствует ссорам и раздору в семье более того оставляя на ночь нож на столе у человека нарушается сон и он постоянно ощущает тревогу и волнуется даже по пустякам да и порезаться таким ножом гораздо проще ну а если же оставляемый на столе нож имеет трещины или щербинки какие-то то такой предмет и вовсе нельзя держать дома от него лучше избавиться закопав землю подальше от дома дары далее друзья старый календарь запомните что по истечению календарного года висящий на стане на стене календарь следует снять со стены и выбросить сделать это нужно обязательно так как символ ушедшего времени который уже никогда не вернется и такой атрибут вам не принесет удачи а наоборот будет тормозить вас в развитии поспособствует застой и оттолкнет от вас даже перспективные идеи которые возможно позволили бы вам двигаться вперед не снимая со стены старый календарь и вы будете обречены увядать в своем же доме и скорее всего полном одиночестве далее разбитые зеркала не секрет что зеркало впитывает в себя энергетику каждого человека который смотрится в него неудивительно что с годами этот предмет накапливает в себе массу негативной энергии а если зеркало треснет или его кусок отколется она станет и вовсе опасным в треснувшее зеркало категорически нельзя смотреться ведь в этом случае она отдает человеку энергетику смерти и укорачивает ему жизнь к слову все это относится и к разбитым стеклам которые мы нередко отвозим на дачу где хранил в надежде что они еще нам послужат помните таких предметов нужно немедленно избавляться и есть конечно же еще такое понятие как вещи умерших людей бывает что после смерти близкого человека мы оставляем его вещи в доме не хотим расставаться с предметами с предметами которые напоминают нам о счастливых днях проведенных рядом с этим человеком но как бы это бы не звучало прискорбно после смерти человека в доме не должны оставаться вещи которые принадлежали умершему такие предметы не нанесут вреда посторонним людям но и родных и близких будут постоянно тянуть в мир мертвых укорачивая тем самым их жизнь поэтому как бы ни были вам дороги эти вещи всю одежду покойного все фотографии предметы которыми он пользовался лучше убрать из дома если вам сложно их убрать из дома тогда возьмите какую-то коробку большую сложите все туда и закройте упокойте и отправьте в шкаф подальше и раз в год во время каких-то воспоминаний тогда открывайте коробку эту и смотрите но главное оставьте эти вещи именно в коробке потому что помните что энергетика плохих вещей с годами лишь усиливается а значит пока вы бездействуете вы подвергаете себя и своих близких все большей и большей опасности друзья берегите себя с вами как всегда был канал астрора подписывайтесь ставьте лайк и мы с вами услышимся в следующем видео в комментариях можете написать какие вам темы действительно было бы еще интересно узнать и познать мы рады читать ваши комментарии